Доброго времени суток! Как стекло, наверное как раз подъедет бетон, ну и поработать со всем остальным, потому что где-то чего-то явно не хватает. Поехали! Денег у нас набралось уже прилично, это очень приятная история, потому что денежка нам нужна. У нас до сих пор есть проблемы с одеждой и судя по всему опять же падает количество одежды на складах, что надо обязательно поправить. С пивом тоже ситуация неоднозначная, то есть, то нету и в общем мы здесь конечно денежку теряем. Мы на это обратим внимание, вот еще появилась проблема с водой, но в первую очередь, что я хочу посмотреть, блин, задание на пивоваренный завод. Ну мы такое выполним, потому что нам он в любом случае нужен, я хочу посмотреть на то, где у нас есть тот или иной ресурс, потому что вроде как мы смотрели, но я если честно забыл. Значит, что касается кварца, блин, кварц у нас только вот здесь. И знаете, это очень грустно на самом деле, ну из ближайшего, понятно, что где-то тут тоже присутствует, но нам нужно в него идти сейчас, так как уже есть здания, которые требуют стекло. И это не очень хорошо с точки зрения того, что здесь очень мало полезного пространства. Это немного расстраивает, но в целом терпимо. Сколько это будет стоить? Миллион шестьсот пятнадцать денег. Мы, наверное, будем покупать, да? Литий и Звесняк. Подожди, а то есть здесь вообще много всего? Давай посмотрим, медная руда отсутствует, золото отсутствует, титан отсутствует, драгоценные камни отсутствуют. Вот литий. Литий тут есть и Звесняк тут тоже есть прямо вот где-то тут. Слушайте, ну это хорошо, получается, на этом квадратике можно будет всякое разное добывать, всякое разное производить. Я так понимаю, что Звесняк это один из ресурсов, которые требуются для бетона, наверное, да? Ну это логично было предположить, и поэтому этот небольшой кусочек земли нам будет очень даже и кстати. Чего у нас с водой-то происходит? Давайте рассказывайте. Нам просто ее не хватает, да? Куда я переставил эти водные штуки, если честно, я вообще не помню. Но они где-то точно есть. Блин, штуки водные, покажитесь, пожалуйста. Может быть я могу вот так сделать? Наверное, все видят, я не вижу, это классика. Я же не мог их совсем удалить. Правильно, вот они здесь, потому что находятся. У нас уже есть вот такая вот штучка, 60 тысяч воды дает. Подожди-ка, это 60? Ой, мы перешли еще на один уровень. Что у нас такое? Ваше мнение важно. Короче, с вашей помощью мы понятно. Спасибо большое, с нашей помощью мы всегда готовы прийти на помощь, но только не в данный момент. Короче, нам дали много всего. Давайте пока тормозить, все-таки с водой надо разобраться. Еще разочек. У нас стоит тут за 20, за 40 тысяч, 20 тысяч воды производит. Правильно? Вот ты кто? Большая водонапорная башня. Нам, в принципе, можно поставить большой водный насос и производить 60 тысяч воды. Ну, в минус мы можем себе позволить на столько уйти, да и денег у нас предостаточно. По размеру эта штучка вот такая. Нет воды в пределах досягаемости. А-а-а, вот оно что. Это ставится на берегу. Ну, так а в чем проблема? Давайте поставим тогда, что мы сейчас трубу сюда подведем. Да, и я думаю, что проблема решится. Один пивоваренный завод нам, пожалуйста, заверните. Мы хотим его поставить. Я пока что его размещу где-то здесь. Блин, как же по-ублюдски здесь получается. Ты кто? Ты у нас лесопилочка, да? Ты вот сюда помещаешься. Ну-ка, давай посмотрим. Да, ты вот сюда помещаешься. А пивоваренный завод я тогда вот сюда приделаю. Все. Второй есть. Замечательно. Задание выполнено. Денежку залутали. Немного ресурсов потратили. Что у нас с железом? Как обстоят дела? Давайте посмотрим. На производствах есть все необходимые ресурсы. В принципе, в достаточном количестве. Я сейчас, понятное дело, время не кручу. Но вот здесь, например, что у нас? Ну, здесь не очень много железа, да? Здесь железо тоже так себе. Что мы можем сделать с этой? С этой штукой. Новые вехи нужно открывать. Мы пока что не открыли. Есть какая-то субсидия. То есть, я могу... Погодите, вот это открылось только что, да? То есть, что нам это дает-то? Можете мне объяснить? Я трачу дополнительные деньги. А, и производительность увеличивается. Вот что такое субсидии. Ну, хорошо. Теперь я, по крайней мере, знаю. Но я бы хотел апнуть, либо добавить домик. Потому что нам нужно еще железо. Давайте посмотрим, где мы здесь можем это организовать. У нас сейчас достаточно ресурсов в виде денег, на самом деле. В первую очередь, потому что это самый главный ресурс. И мы можем себе позволить всякого разного построить. Ну, вот здесь есть соточка. А вот здесь... Ну, здесь типа есть соточка, но как будто бы нам нужен тот кусок, да? Давайте заберем награду. Это нам точно пригодится. Если я двигаю вот сюда, пойдет и вот сюда. То есть, в принципе, два-два таких завода я могу здесь организовать. Организовывать ли мне их два? Ну, давайте начнем с одного. Я поставлю его вот так. Я проведу ему дорогу. Пускай они отсюда возят всю эту историю на производство. Ну, и в дальнейшем, по необходимости, мы добавим еще один. Кстати, а вы помните вот такую вот интересную штучку, где мы начали производить железо за счет мусора? Мусора у нас достаточно приличное количество, да? И если посмотреть на перерабатывающие заводики, которые находятся... Сейчас я вспомню, где. Блин, в этой куче всего, если честно, я уже не знаю, что где находятся. Но где-то они тут были. Вы кто? Вы мебельная фабрика? Вот, мне кажется, вот они. Нет, мельница, средний склад. Блин, вот они. Вот они, эти перерабатывающие заводики. То как бы мусора предостаточно везде, и можно еще один вот такой центр переработки воткнуть. Давайте на это глянем. Нам надо железо. Погодите, космическая гавань. Давайте попозже. О, тут есть какие-то мега башни. Блин, такое нам надо. Такое мы, конечно же, любим. И, кстати, я еще одну приколюху вам покажу, которую обнаружил. Сейчас только мы разберемся с вот этой вот штукой. Значит, мы хотим вот такое, да? Правильно же. И понять, куда это вмещается. Но это вот куда-то туда и вмещается. Вот здесь вот поставить еще один, и будет нам нормально. Давайте поставим. Конечно, рельеф здесь мое почтение, но уж извиняйте, я с этим делать ничего не буду, потому что это просто мучение, и я не выдержу этого напряжения, честно вам скажу. Короче, сейчас здание построится. Мы поменяем, соответственно, здесь ресурс, который хотим получать, потому что всего остального нам хватает. А показать я вам хотел вот что. Сейчас я нажимаю вот эту волшебную кнопку. Здесь мы теперь железо перерабатываем. В общем, тут я нашел всякие разные декорации. И помимо всяких маленьких объектов, тут есть еще дома. То есть, в принципе, можно натыкать самостоятельно зданий. Я не знаю, вот это только для красоты, или это будет работать как обычные дома. Но попробовать в дальнейшем в целом можно. От нас, черт возьми, все равно хотят первую группу добавлять. Но это в любом случае придется делать. У нас фермы еще новые появятся. Сотрудников, в общем, инженеров. Всех надо будет добавлять потихонечку. И погодите-ка здесь, что будет? Commerce City. И тут получится зона менеджера, комплекс офисных зон, средняя школа, ну и всякая фигня. Ладно, давайте все-таки пойдем по порядку. Нам действительно нужно производить новые ресурсы. Я предлагаю прямо сейчас прикупить себе новую территорию. Вообще, у нас доступно 5 клеточек, но я не вижу смысла так торопиться. Ну-ка, смотрим, сколько получается. 3,5 миллиона стоит следующая клетка. То есть, нам на это, конечно же, не хватает. Исследовательская миссия завершена. 25 очков мы получили. И мы договаривались, что будем двигаться вот в этом направлении. Что у нас здесь? Производственные мощности мельницы, пекарни, пивоваренного завода. Короче, всякого разного, что производит пищу и напитки, которые дают нам деньги. Мне кажется, что надо нажимать. Сколько у нас? 80. Я нажимаю смело. Плюс получаем. И вот это потребление сырья. Такое мне тоже нравится. Промышленные здания потребляют 40% меньше воды. Не нравится. Количество рабочих не нравится. Наверное, все-таки на 4% меньше сырья я возьму. И таким образом мы открываем штучку, которая на 80% увеличивает производство на зданиях производящих. Это здесь как-то отображается. Ну, отображается здесь следующее, что у нас в целом нету сейчас пшеницы. Что, несомненно, печально. Но вот я хочу понять, это сейчас уже с бонусом или чего? Он побежала-побежала. Прям побежала, да? То есть 120%. И, кстати, еще субсидию можно завернуть. Но нормальная тема, я считаю. Нам такое подходит. Посмотрим на что? Правильно. На кварц. Давайте смотреть. Вот он здесь у нас по берегу. Хорошо. С этим определились. По-моему, вот тут в углу что-то еще было. Да? Вообще-то какими-то пятнышками отображается. Вот, кстати, на кварце пятна особо нету. То есть вот он кварц. И если мы хотим, например, бетон, который уже открылся. Кстати, для этого нужна будет сталь. То нам нужен... Подожди. Тоже кварц. Не совсем понимаю. Кварц идет и известняк. Известняка много вот здесь. То есть здесь надо все это место оставлять. Делать какие-то локальные компании-перевозчики, чтобы они доставляли на склад. Замечательно. Проблема просто в том, что мне также необходимо добавить еще вот эту вот штуку. Пожалуйста, заберите нахрен отсюда гребаную пшеницу. Нам так ее сейчас не хватает. Вот как у вас дела с пивом, например? У вас в целом все нормально даже, да? О, и вы булочки хотите. А булочки это новый рецепт. Мы еще такого не смотрели. Давайте посмотрим. Булочки это яйца. Булочки это мука. Ну, соответственно, пшеница изначально. И плюс пекарня. Ну, звучит как хороший план, но в любом случае надо будет еще одну вот такую ферму достраивать. Без этого просто никуда. И скорее всего делать здесь какую-то компанию-перевозчика, которая, наверное, будет ее цеплять, чтобы забирать очень быстро на склад. Тут в идеале можно вот от этой реки отказаться, да? И в целом, ну, как-то, наверное, здесь устроить еще фермы. Тем более, вот вам электричество. А вот здесь у нас электричества нет, да? Но мы протянем вот отсюда. Мы протянем сюда. Это вообще не проблема. Я здесь не переживаю. Оставлять ли нам вот эту воду? Да, я думаю, что да. Можно оставить. Давайте попробуем дорогу просто здесь провести. На ту сторону. Может быть, даже вот здесь эту дорогу проведем. Контакт с водой. Так, понятное дело, черт возьми. А давай сделаем какой-то мост, я не знаю. Ну, или что-нибудь типа того. Сможем как-то это сделать? Ну, вот типа я подвожу вот сюда. Я просто не очень понимаю, как нормально это делать. Я здесь опускаю в итоге, да? И что у нас получается? Ну, покажи, как это выглядит. Ну, выглядит по-ублюдски, если честно. Мне вообще не устраивает. Но, блин, игра другого варианта не дает. Вот такая вот дорога здесь получилась. С кривым мостом, который почему-то ниже, чем уровень вот этой вот дороги. Ну, в общем, мы не будем к этому просто приближать камеру. И особо на это обращать внимание. Это официально самый ублюдский терраформинг, который я только видел. Я не понимаю. То есть, иногда она убирает что-то, да? А иногда добавляет. То есть, вот видите, сейчас начала добавлять. И потом фигак и начинает расширять мне воду. Ну, ё-моё, ну как это работает? Короче, я здесь обязательно что-то поправлю. Потому что большую часть реки я уже убрал. Понятно, что здесь не идеально ровно. Но нам в целом идеальность тут не нужна. Нам нужна земляна, которая будет фермой, которая будет давать урожай. Потому что, ну, вот только таким вот образом у меня получается что-то сделать. И больше никаким. Не работает это вообще никак, как работало где-то. Как в City Skylines, например. Ну, могли бы этот опыт перенять, да? Так скажем. И сделать таким образом, чтобы всё-таки у нас получалось выбирать уровень, который нам нужен. И после этого этот уровень делать, да? Мне кажется, что это один из идеальнейших вариантов, наверное, терраформинга. И тут не прибавить, не убавить. Короче, ладно. Давайте строить. Мы поставим сейчас сюда что-нибудь. Как у нас тут? Блин, ну тут хорошее и вкусное место, но с другой стороны. А почему бы нам, наверное, всё-таки отсюда-то и не начать? Тем более я не собираюсь сейчас покупать что-то ещё. Или начать здесь с дороги, может быть? Да, наверное, я бы с дороги начал, чтобы было поровнее. Может быть, мы здесь просто бы забирали. Получится вообще здесь подцепиться? Да вроде получается. Это замечательно. Я, если честно, думал, что из-за перепада высот что-то не выйдет. Так, крутись домик. Давай мы тебя привязкой к сетке сделаем. Вот сюда, да? Ты ставишься. Сколько надо? Да, наверное, чем больше, тем лучше. Понятное дело. Но мы поставим пока что две штучки такие. Ну и, наверное, так как мы понимаем, что с этой стороны весь кварц, с этой стороны мы будем ставить с вами добычу. Соответственно, исходя из того, что мы уже знаем, мы берём с вами транспортную компанию, которая будет, национальная транспортная компания, и будет находиться вот здесь. Далее мы поступаем следующим образом. Мы уменьшаем зону работы. И уменьшаем её вот до такого состояния. Она будет охватывать. Но я не могу убрать вот здесь. Я могу только из списка вычеркнуть. Мне не очень нравится эта история. Опять же, знаете, как было бы прикольно? Если бы я мог сюда нарисовать зону, где она работает. Понимаете, да? О чём я? То есть было бы так намного проще. То есть по примеру того, как мы рисуем там зону районов, сити скайлайнс и так далее, зону работы вот этого домика, это было бы просто замечательно. Значит, надо также с электричеством разобраться, да? Куда его поставить? Я бы его поставил бы куда-нибудь вот сюда. Единственное, что опять мне надо так, чтобы повернулось в эту сторону. О! С первого раза получилось, но сегодня явно мой день. Я начинаю что-нибудь прокладывать. Давай ты проложишься, не будешь в неё мозгу выносить. И подключимся вот сюда. То есть ты сюда не подключишься. Я правильно тебя понял? Ну, такого не может быть. Ты должен подключиться, я знаю. Скажи мне. Ну, вообще должен, да? Давай смотреть. О! Подключился вот таким вот незамысловатым образом. Всё. Электричество здесь теперь точно есть. Остаётся дело за малым. Это провести трубы. Вот меня максимально бесит, что один из важнейших сейчас ресурсов самостоятельно, блин, не вывозится. Мне приходится всё время нажимать. А там копится, я вам скажу, очень много. Как у нас дела? Ну, только с пирожными и с одеждой, да? Какая-то беда. Есть задание, на самом деле, на транспортировку грузов. Я не знаю. Можно попробовать съездить, потому что фабрика второго уровня, можно сказать, бесплатно. Я, в общем, поехал. О результатах вам доложу. Задача выполнена. Салют в эту честь. Мы получаем фабрику игрушек уровня 2. Но с игрушками пока не наблюдается проблем, поэтому я не думаю, что стоит что-то подстраивать. Как у нас по поводу пива? Опять же, нет пшеницы. Ну, короче, надо ещё одну ферму добавлять. Я, наверное, этим тоже займусь. Пшеница сейчас очень будет нужна. И также пирожные ещё, мы помним, что у нас появились. По размеру здесь вопросики у меня возникают, потому что стоить это будет неимоверно дорого. Но с другой стороны, у нас здесь теперь своя эта штучка, которая будет дотягиваться. Кстати, надо, да, действительно не забыть в этот раз поставить им что-нибудь местное, типа по пожарной безопасности. А куда бы поставить-то лучше? Блин, ну хоть большую ставь, честное слово. Ну просто там ещё ферма будет, да, чтобы дотягивалась сразу до всего. То есть здесь ещё какое-то производство будет. Ну ладно, я там добавлю, это не такая большая проблема. Получается, и полицию надо им добавить, да, чтобы вообще у них было всё хорошо, и они мне мозги не выносили, и работали максимально эффективно. Ну благо деньги и ресурсы позволяют. Кстати, железо, обратите внимание, появилось в достаточном количестве. Здесь машинки не очень загружены, и на самом деле меня это полностью устраивает. Очень хотелось бы дотянуться, наверное, вот досюда. Давайте попробуем. Вот. Блин, ну ещё, к сожалению, вот досюда дотягиваемся. Но мы можем это отключить. С другой стороны, да. Как это называется у нас? Это у нас конопляно-изоляционная ферма. Вот она. Мы её просто вырубаем к чёртовой матери, и они будут теперь заниматься только вот этими домиками. В целом можно было бы и яблоки отключить, но, наверное, их можно и оставить. Ещё вот, что мы провернём. Мы сюда добавим производство угля своё, чтобы тут тоже уголь производился из древесины. Можно вот сюда поставить смело, а смело вот сюда можно поставить, но будет вот такая вот штукенция уродливая. На платформе, так сказать. Но зато будет работать. Ладно, если что, опять же, потом можно будет подвинуть. Короче, главное, чтобы это сейчас здесь работало. Вот дерево, кстати, уже подвезли. Замечательно. У нас такой локальный складик, который в целом будет сейчас ситуацию обкашливать. И я надеюсь, постоянно забирать пшеницу, потому что она, ну, очень-очень быстро набирается. 172 процента я, наверное, даже заберу вручную. И посмотрю, сколько мне обойдётся ещё одна пшеничная ферма, потому что нам такое хочется. Нехватка строительных ресурсов. Короче, обходится она очень дорого. 208 и куча-куча-куча всего. Такое ощущение, что вот этого размера как бы в целом достаточно, поэтому здесь можно что-то подсократить. Ну, действительно, это очень большая цена. И, наверное, нам не хочется тратить столько ресурсов, если мы сделаем вот такую ферму. Давайте посмотрим, что у нас получится по деньгам и по ресурсам. Да, надо ставить её обязательно вот здесь. 69, 114, 114. Ну, то есть всё есть. 114 тысяч – это нормально. 21 производство. А как мне посмотреть, сколько вот здесь у меня производства? Здесь такого не пишем, да? Плюс бонусы всякие. Но мне кажется, вот она даже чуть больше. Мне кажется, что она чуть больше, и как раз здесь будет справляться вот эта наша локальная история, которая будет тут возить. По большому счёту, надо было изначально делать так со всеми производствами. Возможно, было бы чуть проще. Да нормально, слушайте. Нормально набирается. Я думаю, что всё будет хорошо. Вы пшеницу принципиально не берёте? У вас что, какое-то табу на это дело? Я не очень понимаю, потому что, ну, вроде здесь достаем, как бы, да, и, казалось бы, машины свободны дохренища. Ну, пожалуйста, ребята, просто заберите нахрен эту пшеницу отсюда. Я вас очень прошу. И отсюда заберите эту пшеницу. Давайте отвезём её на место и будем из неё что-нибудь готовить. Короче, поехали дальше. Смотрите, у нас игра требует офисов, да и что-нибудь подстроить в этом направлении тоже хочется. Давайте добьём тогда вот этот вот Кусман. Наверное, вот так. Да вот здесь тоже, скорее всего, офисы будут. Я что-то другого не вижу, на самом деле, здесь. Поэтому по максимуму делаем. И у нас закончился неожиданно кирпич. Но тут уверен, что на складах достаточно кирпича, чтобы его просто довести до склада. Или можно здесь вообще склады увеличить с помощью бонуса и тем самым копить тут больше. Короче, кирпич сейчас 100% появится, как и все остальные ресурсы. Тем временем стекло потихонечку начинает набираться. Но мы должны понимать прекрасно, что тут ещё есть один нюансик. Если мы хотим производить бетон, а мы хотим его производить, то тут и железо, и кварц, в общем, и чёрт знает что. Вот посмотрите, вот такой рецептик у цементно-бетонного завода. Но опять же, это где-то здесь будет находиться. Да и по большому счёту, можем ли мы это строить? Ну, кварцевые понятно, что можем. Известняковый карьер. Вот где-то тут он у нас и будет. Блин, ну 80%? Серьёзно. Серьёзно. Я не хочу ферму сносить и переносить. Но 90% нормально, плюс бафы. Плюс здесь ещё можно хотя бы один построить. Да, здесь тоже 80%. Начать вот этого. Может быть и начать. Может быть и начать. Ладно, я поставлю. Тогда здесь первый подобный карьер. Мы начнём хотя бы уже собирать какой-то известняк. Вроде как кварцев нам хватает на производство. Здесь вроде его много. Значит, будет что добавить и на заводы. Ну, тогда я где-нибудь здесь и приделываю заводик. Да, я думаю, а чего стесняться-то? Что у нас ещё тут нужно для производства бетона? Давайте смотреть. Уголь есть, кварц есть, известь есть. Ну, давайте хотя бы... Погоди-ка, ты кто вообще? Ты что производишь? Цемент? А ты из цемента и из металла производишь бетон. Почему здесь железо обозначено вот таким значком? Я что-то не знаю. Секундочку. Ну-ка, секундочку. Это хороший вопрос. А это сталь, потому что. Сталь производится из железа и производится из угля. Интересно. Интересный раскладик. Знаете, как мы поступим? Мы пока что вот такой вот заводик поставим с вами, потому что он начнёт нам клепать изначально необходимый ресурс, а потом будем уже добавлять и вот это, да, по мере появления новых производств. Короче, давайте тогда, блин, вот эта кнопка F, которую я сажусь в машину, я постоянно на неё нажимаю. Я не знаю, почему палец сам по себе тянется, я бахаю, но я постараюсь этого больше не делать. Короче, вот эту штучку нам надо, и нам надо её, блин, нам надо, блин, нихрена размера, конечно, нам надо её где-то здесь, да, где у меня кварц-то. Кварц идёт вот по этой линии, то есть я могу себе отделить, чтобы просто понимать примерно вот так, да, и по моим скромным подсчётам сюда завод не заходит. По размеру я имею в виду. Да, давай смотреть. Ну, давай, пожалуйста, скажи мне, скажи мне, что ты можешь, блин, не может, ну, я могу немножечко пожертвовать кварцем, сделать там потом вместо воды землю, конечно же, мучаясь 3000 лет, но, тем не менее, у меня сюда завод залезет, я думаю, что это отличный план, и можно, в принципе, заводик сюда один приделать. Я ровным счётом так, наверное, и поступлю, давай к сеточке привяжемся, давай здесь повернёмся и начнём производить. Совершенно проклятая история на пшенице, только в ручном режиме, я могу, чёрт возьми, отсюда забрать, пожалуйста, заберите нахрен отсюда всё, я не знаю, по несколько раз жамку вот начинают забирать, короче, и могло бы быть всё намного проще, ну да ладно. Чё-то мы сделали, произвели стекло, 15 получили, ну мы вообще сегодня и производство забустили, поэтому уважаемым можно сказать, но тут подкралась ещё одна проблема, посмотрите, вот сюда безработных у нас вообще нет. Это значит, что нам нужно добавлять с вами новые районы жилые, и причём вообще все. Я думаю, что будет логичным здесь заселить вообще каких-то ребят вот из этой вот категории, но я заселю, наверное, их вот таким вот образом, странным, возможно, но тем не менее имеет место быть. Я заселю простых, потом заселю вот таких вот из средней категории, ну и дальше у нас уже идёт район вот этот наш с высотками. Ну, относительно высотками, высотки ещё, я так понимаю, впереди, и какое-то количество жителей появляется, я надеюсь, что им всего хватает, и вроде это действительно так. У вас как дела? Вот у вас тут церковь не дотягивается, ну церковь мы можем приделать, плюс постоянно ругаются ещё на офисы, чёрт возьми. Ну давайте вам офисов дадим, чё, вот здесь будем добивать, хватает нам ресурсов-то сейчас. Да вроде всё есть, вроде всё в наличии, значит давайте проводить ещё какое-то количество, обводить и проводить какое-то количество клеточек, ну вот всё, все ресурсы потратили, ждём, когда привезут. Ещё какая-то исследовательская миссия завершена, давайте мы соберём, и чё могу сказать, вроде работников должно хватать, но их не хватает. Может быть тут уже идёт разговор о том, что им сюда не доехать, да, то есть, и может быть им нужен какой-то общественный транспорт. Но об этом мы подумаем, я как бы не хочу просто, если честно, сейчас в это упарываться, я хочу немножко домиков построить, потом уже, ну блин, ну серьёзно, город не выглядит таким, как будто бы им нужен общественный транспорт. Ну одну автобусную линию пропустить вот так вот, да, возможно, я вижу в этом смысл, но я так понимаю, здесь жители так не катаются, то есть они катаются на работу, им надо отсюда делать на работу линию, и тогда им будет норм, в общем. Как-то так это должно выглядеть, вот смотрите, сейчас есть работники, здесь появились, а здесь нет, вот это плохо, да, но вроде как появляются, да, я так понимаю, что вроде, да, народ то есть, то нету, видите, 500 рабочих мест должно быть, вот сейчас 200, 213, но опять уменьшилось, то есть всё-таки им не нравится, да, требуется на 300 больше работников. Нет мусоровоза в радиусе действия, такое тоже могу понять, давай, братик, тогда расширяться, будем возить мусор отовсюду, тем более мусор это дополнительные ресурсы. Мы неожиданно ушли в минус, это что за приколы такие, у нас чего-то не хватает, но одежда мебели опять душит, ну боже, ну что такое-то у вас. Мебельные заводы, как у вас дела, вам опять ресурсов нету, дерева нету, дерева нету, и это печально, где-то сделать производство дерева, да, своё, блин, ну лес, я так понимаю, принципиален. Давайте вот, смотрите, подумаем, исходя из того, что мы уже знаем, это что такое, снабжая строительные площадки необходимыми материалами. Ничего не понял, но очень интересно, я подумал просто про то, чтобы сделать производство древесины локальное, да, то есть вот где-то здесь, видите, 26%, вот здесь сотка. То есть была бы у нас клеточка, я бы вот сюда провёл бы, я бы поставил здесь, например, производство древесины, производство мебели, и я бы поставил им свой собственный склад с маленьким радиусом. И это было бы офигенно, это бы работало, и это было бы офигенно, единственное, что нам не хватает сейчас, это нам не хватает вот этой клетки. А как вы помните, стоит она нахрен на 3,5 миллиона, и таких денег у нас, конечно же, нет. Короче, нам нужны ещё люди, нам нужны ещё бабки, нам всё это обязательно надо. Поехали тогда подстраивать, значит, мы договорились, что пока что используем такую дорогу, наверное, последний здесь квартал. Единственное, что со школой, да, я так понимаю, ну здесь достаёт более-менее, я думаю, что на такое количество жителей этого уже будет не хватать, и потихонечку нужно будет этот вопросик тоже решать. Ну, вот как-то так, наверное, мы сделаем. Я отменил, что ли? Да, я, походу, отменил. Давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. Блин, и не хватило. Очень печально, а что не хватило-то? Что не хватило? Не хватило изоляции, неожиданно, правильно, потому что надо включить скорость, чтобы что-то копилось, чтобы домики строились. Ну, сейчас здесь тоже добьём, короче, жители это в любом случае бабки, но вот одежду надо тоже куда-то отдельно убирать, делать, в общем, локальные производства, да, и не добавлять туда огромное количество всего и сразу, это будет просто самым правильным решением. Добиваем сюда, что можем пока что, да, можем что-то ещё вроде, но как бы можно и потом добить, чтобы более крупные домики получились. Есть задание на лесопилку, вообще не вдохновляет, я, если честно, вот так просто сделаю. Ну, нахрен мне ваша лесопилка третьего уровня не нужна, я вообще не испытываю проблемы с досками, и поэтому нет смысла заморачиваться. Я думаю, что мы не будем сейчас этой фигнёй страдать и подстраивать ещё одну ферму. И вообще, по-хорошему, вот этот заводик выглядит сейчас совершенно бесполезным, потому что просто-напросто у нас некуда дальше пускать это сырьё, и мы тратим деньги. Но, с другой стороны, подкопим, загрузим сразу потом в нужный завод большое количество и произведём бетона, что будет, несомненно, здорово, да. То есть, по бетону у нас сейчас проблема только со сталью. Короче, тут надо разбираться вот с этим. Как будто бы нам нужно, знаете, как поступить? Нам нужно будет в следующей части взять ещё один квадрат, сразу же подвигать все производства, распределить на них свои компании-перевозчики, и тогда уже можно будет о чём-то говорить. Добиваем сюда офисы сразу же. Вот здесь клеточка тоже, почему бы нет? Да здесь тоже, наверное, добиваем вот это вот всё, да, ресурсы потратили. Надо ещё какие-то склады именно для обычных ресурсов, чтобы побольше копилось сразу же, пока мы там всякой фигнёй страдаем. И я всё ещё, не поверите, нажимаю вот сюда постоянно, потому что, ну, с пива очень большое бабло идёт, и, сами понимаете, эта штука такая. Вот с игрушками вообще не было проблем до сих пор, да, вот чуть-чуть не хватает, или здесь в большей степени людей, да, не хватает? Да, здесь не хватает людей, что им надо, непонятно, надо что-то вот здесь добивать, и тогда, наверное, люди заедут. Ну и плюс хотелось бы в тортики перейти. А чтобы перейти в тортики, по-хорошему, я могу сделать одну простую вещь, смотрите какую. Я могу пойти вот сюда и бахнуть ферму с яйцами. Сейчас бы Макс был бы доволен, если вы понимаете, о чём я. А, ферма-то ставится вот так, слушайте, ей пофигу, ей не нужна никакая зона, я думал, она также забирает под себя площадку. И вот это интересный моментик тогда, да, ну-ка подожди, а у меня здесь известь, сейчас я ещё раз быстро гляжу на это дело, то есть я хочу посмотреть, что вот тут в целом 60%, и как бы оно и нахрен нам не нужно. То есть получается, что я возьму, чтобы это было под этой транспортной компанией, сделаю какую-то дорогу, и начну здесь потихонечку яйцо производить, да, и соответственно, вот что у нас с мукой, ну-ка покажите мне вот здесь. Как у нас дела? У нас с мукой нормально всё, то есть на складе мука есть, её нужно будет только до производства довести, это хорошо. Я могу сейчас развести пирогов и залутать побольше бабла, да, мне кажется, что это отличный план, поэтому мы так и поступаем. Значит, у нас появляется ферма, блин, конечно же, вот эта вот кнопка, я, вот кстати, вот эта кнопка R, я не знаю, что делать, она меня куда-то отправляет в стратосферу, а кнопка F, она меня сажает в машинку. Короче, я делаю вот здесь производство яиц, раз, и производство яиц, наверное, два, да, я думаю, что два должно хватить. И, соответственно, прямо здесь я бы мог поставить тогда две вот такие, о, блин, они вообще маленькие. Смотрите, одну вот сюда, потом я возьму дорогу, чтобы место подсэкономить, далеко не кататься. Блин, а вот так получится интересно? Ну-ка дай-ка я проверю, вообще получится ли у меня впендюрить сюда домик. Получается, и вот так вот два производства с пирогами. Всё, просто ждём ресурсы. Уже первые яйца отправляются на производство, смотрите, всё, пошли пироги, это замечательно, людей, правда, немножко не хватает. И вот, кстати, а кто здесь работает, как понять-то мне, дайте я посмотрю-то хоть. Потому что я пока что не выкупаю рабочих мест, ну, допустим, а если я смотрю вот здесь, то выходит, что тут у нас 60. Ну, блин, непонятно кто, почему не написать, какие люди-то, или здесь где-то это пишется, я просто не вижу. Хрен его знает, короче, я... Во, хватает людей, всё, всё заработало. Короче, я подумал посмотреть ещё, кто потребляет такой продукт, а получается, что пироги потребляют только вот эти ребята. Ну, я вас услышал, что могу сказать, ждите, сейчас на самом деле вам должны уже завести, и вы должны мне будете за это заплатить. Ну, есть ещё одна проблема, это электричество. Могу ли я вот сюда приделать, например, ещё одну электростанцию какую-нибудь, стоит это не так дорого, 140к, да, и вот сюда в целом она помещается, загрязнение будет, мама, не горюй. А что-нибудь с меньшим загрязнением 60, а здесь сколько, сотка. Здесь сотка, вот это вообще не загрязняет, но по размеру, к сожалению, вот такая. Блин, а что у меня происходит-то сейчас, ребята, вы что, вы что, с ума посходили? Ну, это электричество прыгает, и поэтому такая фигня. Погоди, я здесь построил вот эту, правильно? Вот такую. Газовая электростанция 180, и она нету такого загрязнения, короче, я думаю, что надо ещё одну просто сюда всандалить. Я надеюсь, что она будет работать, давайте посмотрим, если что, будем как-то двигать, потому что, ну, не хочется много макарон делать, хочется, чтобы здесь сейчас всё работало, если вы понимаете, о чём я. Проверяем, получается, просто проверяем, давай смотреть, эта штука построилась, люди вроде должны сейчас будут прийти, даёт энергию, ну всё, выходит, что электричество есть, значит, дело пошло. Но тут появилась новая проблема, вот такая вот. Как с этим можно бороться? На самом деле, у меня есть план, как это можно победить, и я просто могу вот эти электростанции перенести вот сюда, вот к этой штуке подстроить, то есть я сделаю раз, я сделаю два. И таким образом, если я правильно всё понимаю, просто это будет запитывать, а это будет просто раздавать, и здесь никто не будет расстроен. Правильно я мыслю, давайте смотреть, есть ли у меня электричество, вроде всё нормально, всё заработало, это хорошо, потому что по плану всё-таки у меня есть ещё одно производство, которое сегодня мы можем уже себе позволить. Мне нужно посмотреть, единственное, что вот сюда, и понять, как у меня дела с брёвнами обстоят, потому что брёвна – один из ресурсов, необходимый для того, чтобы это производство запустить. А брёвен мы вроде уже определились, что здесь нету, нет, они есть, но они очень быстро тратятся, но у меня проблемы с лесом вообще в целом. Это, конечно, расстраивает, я на самом деле хотел запустить производство книжек, потому что это тоже бабло. Стоит это производство нехило, если честно, 7100 стоит каждый заводик, ну, пока что можно обойтись одним, мне кажется, и сделать его вот здесь. И построить просто-напросто ещё и вот такой завод. Мы не могли до этого себе его позволить, потому что здесь требовалось стекло, теперь стекла у нас предостаточно, и данное производство можно смело запускать. Люди, появитесь, пожалуйста, вы нам очень нужны, нам нужно бабло, надо здесь продумать, куда у меня дальше что пойдёт. Ну, здесь понятно, что пойдёт в этом направлении, я думаю, что тупо для разнообразия можно как-то дорогу в другом ключе пустить. Ну, то есть, смотрите, например, дорога здесь идёт у меня, а здесь мы сделаем поуже такую вот штучку, и вот так вот подключим, будет вот такая вот штукенция. Да, и здесь в целом можно повторить просто-напросто, то есть вот досюда, да, я правильно понимаю. Ну, давайте проведём дальше, допустим, здесь типа, получается вот тут, да, ну, получается, что так, да, сделаем что-то типа того. Тут единственное, что у них кинотеатр есть, нет образования, если я правильно понимаю, с этой стороны вообще образования нет. Надо, кстати, этот моментик проверить, может быть, они у меня и расстраиваются. Расстраиваются, ну да, они расстраиваются, ну вот. Давайте такую фигню ставить, мы же эту всё ещё не открыли. Да, средняя школа ещё недоступна, и образование мы можем поставить только вот в таком виде. Ну, окей, давайте ставить, смотрите, сюда дотягивается, тут типа офисы, да, у нас около лэпов, мы так и будем поступать, поэтому не будем стесняться, ставим домик. Смотрим, что у нас здесь есть вода, она, кстати, почти закончилась, хорошо, что я проверил, потом бы всё равно пришлось проводить. Ну и добавляем, наверное, какое-то количество жилых кварталов, насколько нам позволяют ресурсы. Давайте смотреть. Позволяют они нам ровно вот настолько. Ну как у вас тут дела, ребята, что-нибудь произведём уже, да, наверное? Да, производим, красочку завезли, какие-то две книжечки есть, работников категорически не хватает. Опа, набежали люди, решили поработать. И сейчас, наверное, свалят, да, или что? Или типа я построил людей, и они начали здесь работать. Туда-сюда прыгаем. Ну я надеюсь, что сейчас станет попроще. Кстати, смотрите, у меня фермеров почти не осталось, это тоже не очень хорошие новости. Тут надо будет думать, как лучше поступать, куда этих фермеров переносить. Может быть, где-то здесь у них на хвосте придумать, либо подальше от большого города, да, это сделать. Но опять же, клеточки нужны. То есть я как бы хотел бы эту сторону занимать под производство, да. Я всё-таки в следующей части, я надеюсь, у меня получится нормально производство раскидать в разные места, чтобы у нас там плюс-минус компании-перевозчики занимались своим делом и не фигачили просто сразу во все производства одновременно и не сходили с ума от этого. Что-то мы ещё завершили, какое-то задание, куча всяких событий. Книжку произвели, мы молодцы, вроде уже давненько это было. Хорошо, здесь мы поняли, спасибо. Что хочешь? Транспортировка грузов, кованый инструмент. Надо ли нам такое? Ну, наверное, я поеду скатаю. Сколько мне дают? Две минуты. Ну, я думаю, что я успею. Я видел, что мне ехать туда фул вправо. Я не думаю просто, что мне нужно вам показывать, как я еду, потому что я просто еду. Здесь нету каких-то полицейских погон и так далее. Ничего интересного не происходит. Уж поверьте мне, мне просто надо вовремя довезти. Как вам вот этот участок дороги? Я здесь просто улетел в стратосферу. Опять же, физику автомобиля странная. Смотрите, я походу застрял, да? Да нет, вроде могу ехать. Главным подсчетом я все-таки довожу. Периодически пишу, что рыбы не хватает. Блин, я уже задумываюсь насчет того, не стоит ли мне прокачать ту технологию, которая позволяла увеличивать отлов рыбы на какое-то там количество процентов и так далее. Да, в общем, чтобы эту ситуацию убрать и не подстраивать новые здания, которые эту рыбу будут ловить. Ну, понятно, что в итоге мне придется их подстроить, но в целом, как бы я не очень сейчас бы хотел этим заниматься. Задание выполнено. Кованый инструмент второго уровня у нас есть. Это отлично. И я, наверное, все-таки по дорогам немножко побалуюсь. Еще напоследок я хотел бы здесь понять, куда мы дальше поедем, как будем наш город развивать. Ну, давайте представим, что мы поедем... Блин, я хрен его знает. Ну, давайте представим, что мы поедем вот сюда. Здесь у нас будет какая-то финальная точка, я не знаю, да? Типа вот такого. И здесь мы возьмем даже изогнутую дорогу неожиданно, доведем ее вот сюда и скажем, что вот так мы хотим повернуть. Ну, выглядит как хороший план. А какой я вообще могу перекресток сделать прямоугольный, может быть, да, здесь? Типа того. Нет, давай не изогнутый, давай прямой. Типа как ты вот здесь подключишься? Типа вот так. Ну, типа вот так это не очень прикольно. То есть вот здесь я бы, наверное, квартал закрыл бы вот таким образом. Здесь мы, типа, повернули. И хрен его знает, что с вот этим куском делать. Типа пойти в другую сторону, пойти сюда прямо или пойти как-то еще. Ну, короче, план, по крайней мере, для начала будет таким. Я здесь могу что-то подсоединить. Здесь я могу тоже куда-то довести до воды, например. Потом пустить более узкую дорогу, да? То же самое можно сделать где-нибудь вот здесь, чтобы это дело все соединить. И потом уже нафигачить какой-то клеток, каких-то клеток и какой-то обрешетки. Ну, в общем, это просто проект. Заполнять мы его будем позже, потому что нет смысла никакого. Сейчас есть еще что позаполнять. И я, наверное, не буду себе отказывать в этом удовольствии. Действительно, с рыбой есть проблемы. Тут как ни крути. Ну, давайте посмотрим на эту технологию, что она там в итоге давала. Нам просто хотелось бы вот сюда куда-то пойти. Торгует излишками электроэнергии и воды, кстати. Блин, звучит как хороший план, да? Но тоже надо 10 открывать. Давай вот это смотреть. У меня есть 45. Производственные мощности рыболовства увеличены на 50%. Блин, ну на 50% это много. А вот это что еще такое? В настоящее время доступны очки исследования. Подожди, мне же вот это не надо изучать. Получайте дополнительные очки, выполняя исследовательские миссии. А, это просто показывает, сколько у меня очков. Боже, теперь я понял. Ну вот я не знаю. Нажимать это, ну вот это нажимать, не нажимать. Ну давайте нажмем. Ладно, 25 очков. Надо просто понять, что дальше в итоге хочется. Потребление сырья всеми промышленными зданиями снижено на 10%. Звучит хорошо. Вот у меня, например, проблемы с деревом. Так как мы планируем в следующей части этим заниматься, давайте вот это качнем. Пускай это у нас уже будет. И мы можем, кстати, обратить внимание, как это работает. Ну и что и стало с этого? Все равно типа 10, точнее 100% ничего не прибавилось в этом плане, но при этом стало больше область. Ну пусть будет. Давайте просто для того, чтобы знать, мы с вами построим одну или даже две автобусные остановки. Как они ставятся? Они ставятся прямо на дорогу. Теперь мы это знаем хорошо. И надо понять, куда нужно это дело ставить. А вот сюда не ставится. Слишком близко перекресток. Ну вот сюда ставится зато. Ну давайте сделаем небольшую автобусную линию. Пускай она у нас появится. Может быть, это как-то на что-то повлияет. Не уверен, что нужно делать ее большую. То есть я не думаю, что стоит ставить очень много остановок. И я так поступать не буду. Давайте вот здесь сделаем три остановки. Одна остановка у нас будет на производстве. И одна остановка, что самое главное, должна быть где-то здесь. Или может быть даже вот тут. Я не очень понимаю. Хорошо, давайте сделаем вот так. И давайте сделаем вот так. И таким образом... Блин, вот эту бы, кстати, остановочку... Подожди, ну-ка дай-ка я ее удалю. К чертовой матери могу же ее удалить. Я бы ее поставил даже вот сюда. Да, потому что, чтобы здесь были типа и вот здесь. План вроде хороший. Каким образом это все соединяется? Вот здесь есть какая-то волшебная кнопочка, которой мы должны нажать автобусы, плюсик и нарисовать теперь маршрутик. Примерно понятно. Автобусные остановки нам подсвечивают. Мы рисуем вот так. Здесь, обязательно вот сюда. И, само собой, обязательно на эти две остановки тоже. Создать маршрут получается, правильно? Да, тип транспортного средства, какие-то деньги на расход, маршрут какого-то цвета. Но давайте сделаем три транспортных средства. Маршрутик достаточно длинный. Ну, пассажиропоток какой-то есть. Мне очень хотелось бы понять, приносит ли мне это каких-то денег. Общее содержание и обслуживание путей. То есть, а можно мне еще платить за то, что вы катаетесь на автобусах? Люди вроде поехали. А пускай здесь тоже дорога будет. Да, наверное, будет же. Да, вроде будет. Вот такая дорога. И знаете, я вам скажу, что да, это сработало. Действительно, люди вроде подъехали. Я видел, что здесь прибавилось людей. Все, 500 рабочих мест. 11 700 нахрен денег. Вы что, попутали что ли? Знаете, мне такое ощущение, что вот этот заводик, я как бы поторопился. Давайте мы его снесем. Не надо нам столько тратить денег сейчас на то, что мы никуда не деваем. Тем более, наверное, сколько-то бетона мы собрали уже на складе. Правильно я мыслю? Где у нас его? Можно увидеть же где-то, скорее всего. Я что-то не вижу. Ну, не бетона, а цемента. Вы поняли, мешков, короче, этих. Где-то это должно быть. Даже бревна есть, я думаю, что... Вот они. 182. Максимальное количество. Короче, дальше это просто жрет деньги. И все-таки здесь я, само собой, поторопился. Одежда и древесина. Мы обязательно до тебя доберемся. Древесина и мебель, соответственно, из этой древесины. Я сегодня уже не успею этим заняться. Да и повторюсь, наверное, все-таки нам нужен тот кусок земли, который нам позволит немножечко разыграть эту историю по-другому и сделать как-нибудь поприкольнее, да, чтобы это работало. Короче, добавляю просто клеток на ресурсы. Ресурсы можно подслить. Денег можно на этом зарабатывать. Зарабатывать. Обращаю внимание, что 70 тысяч мы получаем. При этом в какой-то момент даже больше было. Сейчас еще княженцы и пошли. Княженцы и стоят тоже, кстати. Будьте здрасте. Смотрите, сколько. 465. Пирожные, кстати, не так дорого. Но и они вроде и потребляются не так сильно. Под 80 тысяч даже больше уже перевалили. Это просто охренительно. Ну, наверное, это еще связано с тем, что новые домики подстраиваются. И я бы, на самом деле, добил бы всю эту историю уже наконец-то, чтобы добил бы вот этот вот райончик. Чтобы денег стало еще больше, людей тоже больше. Короче, чтобы мы получали с этого выгоду. Ну, что, я думаю, потихонечку можно подводить итоги. Все вроде пока получилось. Я осмыслил по-другому вот эту историю. Да, и мне кажется, что вот этот вариант самый правильный. Даже, наверное, я бы, может быть, здесь подумал насчет того, чтобы сократить зону влияния этой транспортной компании. Но, наверное, все-таки нет, потому что загруженности у нее вообще никакая. И тогда нет смысла ставить такого размера компанию, которая будет просто простаивать и их кушать наши денежки. Нам необходимо будет докупить вот эту клетку, перенести полностью туда производство дерева, сделать отдельный участок, где это будет производиться, где, скорее всего, это будет перерабатываться в доски, и где, скорее всего, также мы будем производить с вами мебель. И, возможно, немножко подвигать вот эту всю историю для того, чтобы мы могли с вами быстрее перевозить товары, и у нас не было дефицита вот такого, да, который периодически возникает. Понятно, что где-то, возможно, просто и производства не хватает. Да, вот видите, с рыбой были проблемы, мы их решили. Сейчас начинаются проблемы с овощами, потому что население увеличивается. Это все понятно, это все логично, у меня вопросов не возникает. Но, что касается именно скорости производства и его качества, здесь, конечно, есть над чем работать, и мы с вами обязательно этим займемся. Все, я думаю, что на этом можно заканчивать. Вам спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok